Уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Меня зовут Евгения. Я представляю фонд имени Миклуха Маклая. Рада приветствовать вас на онлайн-конференции в рамках международного проекта «Маяк российских достижений», который сегодня соединит Россию и Индонезию. Хотела бы отметить, что на конференции есть синхронный перевод с русского на английский и наоборот, который вы можете выбрать внизу экрана. В чате также есть подсказки по выбору языка. Можете обратиться туда. А сейчас хотела бы представить модератора конференции. Это Николай Николаевич Миклуха Маклай, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения, Российской Академии Наук, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Николай Николаевич, передаю вам слово. Всем большой привет и очень приятно видеть, что у нас такое большое количество участников, многие сейчас подключаются. И в первую очередь я хотел бы, конечно, представить всех наших спикеров, всех тех людей, благодаря которым нам состоится сейчас конференция, которые готовили ее. И в ходе этого я хотел бы, чтобы вы хотя бы помахали рукой, для того, чтобы мы вас увидели до того, как вы начнете выступать и потом уже начнем презентовать проект. Я расскажу несколько слов о самом проекте. И дальше мы передадим слово уже, приветственное слово Людмиле Георгиевне. И Людмила Георгиевна, с нее начну. Приветствую, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Индонезии, который сегодня откроет нашу конференцию. И для нас это большая честь. Я также хочу представить Фаузан Альрасит. Это старший редактор Russian Beyond. Большая честь, что вы вместе с нами. И мы вчера общались. И очень приятно, что вы сегодня будете выступать. Большой вам привет. У нас также Виктория Викторовна Викман сегодня будет выступать. И вот буквально за минуту она сказала, что она сейчас имеет трудности с подключением, но зато отправила текст. Поэтому возможно, что я смогу это озвучить. Захаров Антон Олегович. Это доктор исторических наук. Для нас большая честь, что он сегодня нам презентует и расскажет интереснейшую тему. Ведущий научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии, и Океане, Института Востоковедения Российской Академии Наук. Антон Олегович, вы с нами? Отлично. Юрий Юрьевич Юренко, ведущий специалист Центра историко-культурных исследований, религий и межцивилизационных отношений, факультета регионоведения, этнокультурного образования, Института социально-гуманитарного образования, Московский педагогический государственный университет. Вы сегодня с нами. И очень приятно, что вы будете делать доклад. Анна Евгеньевна Володькина, заведующая сектором привлечения иностранных студентов. И мы сегодня узнаем о Дальневосточном федеральном университете. Она его представляет. Сергей Александрович Зарянский, специалист Центра международной студенческой мобильности и рекрутинга. Это уже Уральский федеральный университет. Также мы узнаем, как же в федеральном университете проходит обучение, и что же есть, какие плюсы и какие интересные моменты. Прошу прощения, Иона Павловна Блохина. Это отдел Организации приема иностранных студентов из Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского государственного университета. Елена Владимировна Денисенко, доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования, кандидат архитектуры, заместитель директора по развитию Института дизайна и пространственных искусств. Это уже Казанский федеральный университет вместе с нами сегодня, целой группой. Поэтому очень приятно. Эльза Ильдаровна Баширова, директор учебного центра школы искусств для детей. Да, прошу прощения, мы сразу же троих представляем. И вы как раз в той же самой группе. Это также из Казанского университета. Я так понимаю, что вы в одном у нас окне, окне зума, да? Поэтому очень приятно. Немножко смутился даже из-за этого, что увидев вас, представил сразу же трех человек. И Ильгиз Мунаберович Розаддинов, исполняющий обязанности заместителя Института дизайна. Это также Казанский федеральный университет. Все они вместе в одном окне, и вы периодически будете видеть каждого из них. Машут они все втроем, поэтому я думаю, что мы разберемся, каждый будет выступать. Оксана Викторовна Пацила, начальник отдела рекрутинга. Это иностранные студенты Томского государственного университета смогут узнать, как обучаться в Томске. И София Геннополе, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании. Это Институт Востоковедения Российской Академии Наук и ученый-секретарь Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. То есть ассоциация у нас сегодня тоже представлена, очень приятно. И Егор Михайлович Осипов, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии управления факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова. Он сейчас подключается, написал мне, но я его представил, потому что надеюсь, что он сможет давать комментарии в течение сегодняшних докладов. Я хотел бы открыть эту конференцию тем, чтобы рассказать и представить два слова проекта, потому что причина того, что мы здесь собрались, разумеется, каждый сможет поделиться своим докладом, и мы сможем обогатить себя интересной информацией, знанием. Но проект, который мы задумали, который мы сделали, называется «Маяк российских достижений». Этот проект, фактически «Маяк», «Ориентир», показывает нам возможность сориентироваться и узнать, какие достижения были в последнее время в науке, в российской науке. Тем более, что это приурочено к году, который в этом году сейчас заканчивается. Это год науки и технологий. Мы приурочили этот проект именно к этому году и выбрали 15 основных достижений. Их многим больше, но 15 основных достижений, которые признаны во всем мире и в абсолютно разных областях. Постарались это сделать в доступной форме на русском и с английскими субтитрами языке, для того, чтобы каждый абсолютно смог посмотреть и узнать. И не только это доступно для того, чтобы ознакомиться в виде текста, а мы сделали краткий, очень интересный ролик. И, как сейчас любит молодое поколение, очень коротко, сжато, четко и с визуализацией. Вот это все мы попытались воплотить и получили очень хороший эффект. Откровенно сказать, мы не ожидали, что настолько большое посещение сайта и интерес к этому проекту. И поэтому два слова буквально. Я подготовил презентацию. Евгений, поможете мне с презентацией, а я уже смогу ее прокомментировать. Ну, начнем с того, что путешествуете. Это вот наш проект, и мы его назвали экспедиция. Вообще, наш фонд, неси его, мы проводим экспедиции, поддерживаем научно-исследовательскую деятельность. И мы не можем без экспедиции. И даже вот сейчас в Zoom, находясь вроде бы у компьютера, я все-таки предлагаю отправиться в экспедицию по российским достижениям. Тем 15 российским достижениям, которые смогут открыть для нас очень много нового. Сделать открытие. Путешествуйте по нашему сайту достижения. От достижения к достижению вы будете узнавать много нового. Действительно так. Представлено это очень доступно. И Евгения по итогу скинет вам ссылочку для того, чтобы вы еще раз могли зайти, посмотреть. Это очень удобно, потому что очень кратко преподнесена информация. И также есть ссылки для того, чтобы узнать более подробно о каждом достижении, для того, чтобы уже наладить более серьезные контакты в области науки, в области для того, чтобы дальнейших изучений, межкультурный диалог для того, чтобы можно было сделать. И Евгений, следующий слайд у нас говорит о том, что мы, конечно же, родина большого количества достижений. В России достаточно много есть открытий и значительный вклад мы внесли в изучение мира. Поэтому в этом плане мы проводим международные конференции и доступны они для всего мира. Помимо всего прочего, мы прекрасно знаем, что любые открытия могут родиться, когда человек действительно обладает какими-то знаниями и в основном в разных областях. Поэтому, конечно же, очень важно, что в ходе нашей презентации этого проекта мы привлекаем именно людей, которым интересно получать образование, узнать больше и о России, узнать больше о коммуникации с Россией, узнать больше о возможности российского образования. Это у нас точно так же будет. Ну и здесь мы представляем наших партнеров. Их много сейчас представлено на сайте. Здесь же презентации мы всех не смогли уместить. Искренне вам благодарен за то, что мы вместе с вами, потому что вы узнаете сегодня и о том, как просто обучаться русскому языку, потому что некоторый миф о том, что русский язык очень сложно изучать, мы сегодня тоже разминчаем. Я хотел бы сейчас представить Людмилу Георгиевну Воробьеву, чрезвычайно полномочный посол, который откроет нашу конференцию, посол Российской Федерации в Индонезии. Спасибо большое, Николай Николаевич. Извините, у нас тут проблемы с интернетом, поэтому срочно пришлось переключаться на телефон. Так что, если какие-то проблемы, прошу нас извинить. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, искренне рада приветствовать вас на конференции, посвященной запуску международного онлайн-проекта «Маяк российских достижений». Выдающиеся российские ученые, изобретатели, исследователи прошлого и настоящего, широко известные во всем мире. Достаточно вспомнить первооткрывателя Николая Николаевича Миклуха Маклаев, в честь которого он и назван, один из организаторов сегодняшнего мероприятия, фонд сохранения этнокультурного наследия. Одним из первых этот выдающийся ученый перебросил мостик дружбы между Россией и Индонезией. Дипломатические отношения между двумя нашими странами успешно развиваются на протяжении более 70 лет и движутся в сторону стратегического партнерства, неотъемлемой составляющей которой являются продвинутые гуманитарные и научно-технические связи. В настоящее время совместно с индонезийскими ведомствами ведем работу по созданию необходимой договорно-правовой базы, которая бы задала направление сотрудничеству. В частности, на рассмотрении находятся проекты межправительства меморандума о взаимопонимании в сфере образования и меморандуму о взаимопонимании между Немнистерством науки и высшего образования России и Министерством научных исследований и технологий Индонезии в научно-технической сфере. Видим в Джакарте одного из перспективных партнеров и с интересом следим за индонезийскими планами в сфере исследований, инноваций, информационно-коммуникационных технологий, возобновляемых в том числе атомной энергетики, здравоохранения. Основа великих достижений – высокое качество образования и устойчивые профессиональные связи. Правительство Российской Федерации на регулярной основе приглашает индонезийских граждан на обучение в отечественных вузах. В 2020 году в нашей стране училось более 600 студентов из Индонезии. Большая часть из них в рамках выделяемой государственной квоты. И со следующего года эта квота увеличится на 100 единиц и составит 261 человек. В настоящее время желающие могут подать заявку на официальном портале Education in Russia, пройти отбор и стать сопричастными к российской науке. Важным элементом взаимодействия является изучение русского языка. Обратила внимание на то, что на официальном сайте данного проекта доступны несколько видеоуроков, которые, конечно же, заинтересуют наших зарубежных друзей. В Джакарте курсы русского языка организованы на базе Российского Центра науки и культуры. Не могу не отметить большие успехи индонезийских школьников и студентов, которые регулярно участвуют и завоевывают призовые места на международных олимпиадах по математике, физике и химии, которые проводятся в том числе и в России. В дополнение к десяти открытиям, которые будут обсуждаться в рамках данного проекта, хотел бы сказать о достижении, которое уже воспринимается нами всеми как данность, а именно разработка российских вакцин против COVID-19. Сегодня не остается сомнений в том, что скорейшая выработка коллективного иммунитета и социально-экономическое благополучие в глобальном масштабе зависит от успешной реализации прививочной кампании. В данной связи надеемся на сотрудничество с индонезийской стороной в части, касающейся поставок, а в перспективе совместного производства препарата «Спутник Ви», одобренного к применению на архипелаге в августе сего года. Гуманитарные обмены между нашими странами затрагивают и сферу искусства. В 2020 году в Национальной галерее Индонезии была организована выставка картин современных российских художников, архивных документов и фотографий, носившие название «Ожерелье экватора». Не далее, чем во вторник на этой неделе, 23 ноября, мне выпала честь выступить на открытии очень интересной онлайн-экспозиции «Эпоха перемен», организованной совместно Музеем Востока в Москве и Национальной галерее в Джакарте. Уверена, что «Маяк российских достижений» станет ярким завершением года науки и технологий в России, и ближе познакомит нас и наших индонезийских партнеров с последними достижениями отечественной науки, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему сближению наших стран и народов. От всей души желаю всем участникам и организаторам плодотворной дискуссии, успехов и, конечно, крепкого здоровья. Спасибо за внимание. Людмила Георгиевна, огромное вам спасибо за поддержку и за эту информацию. И всему посольству за поддержку наших инициатив и возможность действительно донести и проводить проекты на серьезном международном уровне. Я хотел бы передать слово человеку, с кем мы буквально вели вчера переписку. Большая честь для нас, что он сегодня представит и расскажет о новых проектах. И мне очень приятно представить Аль Расидов Узана, старший редактор «Раша Бьенг». Добрый день всем. Дорогие друзья, даму и господа. Спасибо за такую возможность. Это очень великое удовольствие для меня, чтобы поговорить и поделиться с вами. И давайте я поделиться о том, что, возможно, вас заинтересует. Я Фаузан, я редактор «Раша Бьенг». Это международный медиапроект у России. Мы являемся частью «Россия сегодня», «РТ» – это независимая организация ТВ-новости. Уже 8 лет я поддерживаю связи с Россией. 7 минут – это небольшое количество времени, чтобы рассказать о России, но я постараюсь хотя бы что-то в это время уложить. В прошлом году у нас прошло два важных первориятия между двумя странами. Это 75-я годовщина победы Советского Союза над нацизмом, над нацистской Германией. И также это день независимости Индонезии. Эти два момента очень важны для обеих стран. И в тот же самый год состоялась 70-я годовщина по установлению отношений между Россией и Индонезией. Вот эти три важных события, они ознаменовали тот год. Но возник вопрос, что же делать с этими мероприятиями после их проведения. Индонезия и Россия – стратегические партнеры. Россия считает Индонезию одним из своих стратегических партнеров в регионе, в Юго-Восточной Азии, в Азиатско-Тихо-Агентском регионе. А Индонезия считает Россию одним из наших стратегических партнеров. И это все благодаря государствам, благодаря правителям наши отношения лишь укрепляются. Что можно сказать об Индонезии и России? Обе страны являются крупнейшими в своих регионах. Россия – крупнейшая страна в мире. Индонезия – крупнейшая страна-архипелаг в мире. У нас самое большое количество островов, самый большой остров, а Россия – самая крупнейшая страна материковая. У нас многоэтническая страна. В Индонезии насчитываются сотни этнических национальностей. И то же самое можно сказать и про Россию – сотни народов. Но есть некоторые трудности. Мы испытываем трудности с языком. Немногие индонезийцы знакомы с русским языком. И немного русскоязычных говорят на индонезийском языке. И, кроме того, есть и расстояние географическое между нашими странами. Многие считают, что Россия – это очень далеко, но если подумать о Западной Европе, она будто бы ближе к нам. Германия, Франция, Нидерланды – всем кажется, что это не так далеко. А если мы говорим о России, то Россия от нас действительно далеко. Но это, пожалуй, восприятие. И, наверное, я хотел бы остановиться на этом пункте подробнее. В целом, общее представление Индонезии о России следующее. Многие считают, что Россия равно коммунизм. Конечно, в современном мире молодежь изменила уже эти взгляды, но, тем не менее, это восприятие коммунизма по-прежнему эта ассоциация остается, как правило, в более старшем поколении. Но мы пытаемся это преодолеть. Кроме того, индонезийцы считают, что русские очень прохладные по своему характеру, недружелюбные. Когда речь заходит о дружелюбности, об этом понятии, индонезийцы привыкли улыбаться. Всегда улыбаться. Это, скорее всего, не очень характерно для российской культуры. Но в то же самое время, если говорить о восприятии русскими людьми Индонезией, считается, что Индонезия – это мусульманская страна, консервативная страна. И даже, несмотря на то, что у нас только одна песня о Бали и России, все равно есть некоторые ассоциации. Как же можно объединить народы в наших странах? У нас есть историческая память, и также у нас есть общность в характере. Есть историческая память, это важно. Но я могу сказать, что историческая память, скорее, больше такой памяти с нашей стороны, потому что, если говорить об истории, то у нас есть ностальгические воспоминания, о временах Сухарна, Сухарта, о временах Хрущева. У нас очень крепкие взаимосвязи между двумя странами были в те времена. Но если говорить об общности характера, то, пожалуй, и в Индонезии, и в России мы, народ, ориентированный на свою семью. Мы любим свои семьи. Мы не заставляем своих детей, когда они достигают 17-18-летнего возраста, уезжать из дома. Как правило, дети продолжают жить дома. И это общность нашего характера. Если говорить о потенциале для сотрудничества, с политической точки зрения, я могу сказать, что у нас очень крепкие отношения с Россией сейчас. И связи лишь укрепляются. Конечно, пандемия осложняет это, но образование – это очень стратегическое направление для сотрудничества между двумя странами. Об этом я расскажу позднее. Военное сотрудничество, сотрудничество в сфере технологий, здравоохранения. Например, вакцина «Спутник», которая сейчас есть в Индонезии, это все яркие примеры нашей совместной работы. Если говорить о подходе, это работа правительств, работа в сфере бизнеса, и, конечно, это работа между народами. Такой подход тоже существует. Каковы будут отношения Индонезии и России через 30 лет? Крупнейшие экономики к 2050 году представлены на экране. А здесь представлены индонезийские студенты. На 17 января 2020 года большинство студентов было в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове, в Казани. В этих городах очень много Индонезийских студентов в 2020 году было. А также 642 студента присутствовали именно в этих основных городах. Мы благодарны послу Людмиле за вашу работу, и мы увидели увеличение стипендии, количество стипендий у нас, количество квот увеличилось до 263. Основная трудность сейчас это количество индонезийских студентов, которое по-прежнему относительно невелико. Можно сравнить с показателями студентов из Малайзии. Количество студентов из Индонезии, которые приезжают в Россию, увеличилось, но по-прежнему Россия считается иностранной страной, страной, которая совсем отличается от Индонезии. Но индонезийские студенты по-прежнему сильно зависят от стипендий и квот. И когда индонезийские студенты приезжают учиться в западные страны, они больше готовы, приявляют готовность оплатить за свое обучение, и даже готовы там учиться без стипендий. Поэтому, если говорить об общественных связях, нам нужно больше знакомить российских студентов с Индонезией, и наоборот. Именно так мы сможем выстроить отношения. Мы можем использовать социальные сети, платформы YouTube, Instagram, различные платформы. И также я хотел бы упомянуть, что сейчас все эти люди занимаются созданием контента. Это не только журналисты, это также те, кто пользуется Twitter, социальными сетями, те, кто ведут блоги. Все создают контент. Поэтому необходимо сейчас улучшить наше отношение в сфере отношения людей между людьми. То есть подход к развитию отношений между людьми сейчас более важен. Например, можно увидеть эти страницы русскоязычных индонезийцев, которые проводят обучение русскому языку. И наоборот, есть блогеры, которые учат русскоязычных студентов индонезийскому языку. И наоборот. Можно увидеть, например, Пикинаки, это очень популярный блогер, он выучил русский язык самостоятельно. И сейчас этот блогер активно ищет возможность общаться, практиковать русский язык. Пожалуй, это все платформы, которые мы можем использовать. Я лично тоже пытался больше распространить знания о технологиях, о культуре России в Индонезии. Но по-прежнему у нас нет индонезийских СМИ в России. Может быть, это работа на будущее. И мы надеемся, что у нас будут журналистские обмены. В 2018 году я принимал участие в работе Россотрудничества. Это 2018 год. Сейчас пандемия, конечно, внесла коррективы проведения таких мероприятий. Как же улучшить взаимопонимание, поскольку мы живем в цифровом веке, обмен информацией, информация очень важна, по-прежнему он ограничен. И иногда доступная информация не дает полного обзора. И нам необходимо улучшить взаимоотношения молодежи между двумя странами и остальные последуют. К примеру, пожалуй, это все, что я хотел сказать. Спасибо за приглашение. Спасибо. Большое вам спасибо. Интереснейший доклад. И настолько у вас интересная презентация, что у нас тут даже есть, кто делал конспекты. Я, по крайней мере, очень немало записал. Большое вам спасибо за ваше выступление, возможность нам узнать. Больше. Вот я сейчас получил сообщение от, вы сказали, что у вас делали немало проектов, сотрудничали с Россотрудничеем, от Виктории Викторовны, Викман, которая сейчас возглавляет как раз российский дом в Джакарте. Она сейчас находится в России и не смогла она подключиться, но отправила мне краткое сообщение, которое просила от ее имени зачитать. Если позволите, я тогда постараюсь это сделать для того, чтобы мы все-таки и от Россотрудничества тоже имели представителя, который сейчас послал вот это послание для нас всех. Друзья, Россия – великая многогранная страна, страна, простирающая на тысячи километров запада на восток, выбравшаяся, колоссальное разнообразие природных богатств, культурных ценностей, реликвий, традиций, научных достижений, величайших умов. Россия – страна, которая населяет огромное количество этносов, представителей самых разных религиозных конфессий, социальных групп, чье влияние, безусловно, на развитие мировой цивилизации невозможно недооценивать. Наши ученые и деятели, российские ученые и деятели искусств и сегодня во многом формируют облик будущего земного шара, к ним прислушиваются, также задают, они задают вектор культурного научного развития человечества на многие поколения. Международный проект «Маяк российских достижений», организованный фондом имени Миклуха Макая при поддержке Министерства просвещения, МИД, Россотрудничества, Ассоциации исследователей Южно-Текианского региона, действительно призван познакомить мировую общественность, в частности, граждан Малайзии, Камбоджи, Сингапура, Тайвань и Индонезии с последними достижениями россиян в различных областях, в различных научных областях. Мы рассчитываем, что цикл онлайн-мероприятий, а также будущие встречи позволят взглянуть на достижения нашей великой страны и с другой стороны найти возможности, возможное направление будущего сотрудничества представителей индонезийской молодежи со своими коллегами из России в самых разных сферах культурной, научной и гуманитарной жизни и углубить понимание современных тенденций развития российского общества, а также показать неоспоримые преимущества российского образования и российского языка в реалиях динамично развивающегося мира. Ну, я вам должен сказать, что вот Виктория Викторовна сказал, что у нас в пяти странах проходит конференция, но подключается у нас, что самое интересное, уже до десяти стран, и это очень приятно, и я передаю сейчас большое спасибо, что я таким образом хотя бы смог отметить работу российских домов, которые сейчас очень серьезно влияют и на то, чтобы увеличилось количество студентов и на квоты, работает совместно с посольством для того, чтобы осуществить вот эти вот беспроблемные посещения российских вузов и обучения в России. Я хочу представить Антона Олеговича Захарова. Для меня большая честь, и для нас всех, что он сегодня с нами, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии, Океане, Института Востоковедения Российской Академии Наук. У него интереснейший доклад, поэтому, пожалуйста, Антон Олегович, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня тема моего краткого выступления это Россия и Индонезия и история их отношений. Я надеюсь, что презентация видна хорошо и переключается тоже видно для вас. Если нет, пожалуйста, скажите. Итак, предыстория отношений России и Индонезии восходит к началу 19-го столетия, еще в то время, когда существовали не Российской Федерации и Республика Индонезия, а Российская империя и Нидерландская Индия. Первый контакт с островами Индонезийского архипелага произошел во время кругосветного путешествия Ивана Федоровича Крузенштерна. Дальше в 19-м столетии было довольно много путешественников и среди них, конечно, особое место занимает Николай Николаевич Миклуха Маклай. В конце 19-го века Российская империя учредила консульство в Батавии, нынешней Джакарте, и место российского консула занял Модест Модестович Бакунин. Он оставил воспоминания о своем пребывании в Индонезии под названием Тропическая Голландия. Русские путешественники и исследователи посещали Индонезию неоднократно. Есть записки к кенгине Щербатовой, есть воспоминания путевой дневник Владимира Арнольди, известного русского ученого ботаника, биолога, который собирал сведения для российских географов и сделал их известными широкому кругу читателей в своих публикациях. Труды Бакунина Арнольде Щербатовой были воспроизведены в 21 веке, перепечатаны на русском языке с комментариями. Что касается дипломатических отношений России и Индонезии, то они возникли в конце первой половины 20-го столетия, более точно в середине. Связано это с тем, что первая половина 20-го века была временем серьезных потрясений политических две мировые войны, крушение Российской империи, возникновение на ее обломках Советского Союза, в дальнейшем борьба индонезийского народа за независимость и в итоге с одной стороны победа советского народа в Великой Отечественной войне, с другой победа индонезийцев в борьбе с Нидерландами за независимость, провозглашение независимости Индонезии в 1945 году и после этого были установлены русские отношения между СССР и Индонезией, а в 50-м уже и дипломатические отношения. В 53-м были достигнуты соглашения о обмене посольствами между двумя странами и послами были послом Советского Союза в Индонезии Дмитрий Александрович Жуков на сайте слева и очень яркий крупный индонезийский политик Субандрио стал первым послом Индонезии в Советском Союзе. Субандрио долгие годы возглавлял потом Министерство иностранных дел Индонезии. Рассвет отношений произошел при Сукарне, о чем нам сегодня уже напомнил Фаузан, очень правильно подчеркнув, что это общая память, наше знание о периоде рассвета сотрудничества в эпоху президента Сукарна. Сукарна четыре раза был в Советском Союзе в 56-м, 59-м, 61-м и 64-м годах. Многие политики индонезийские приезжали в СССР, советские политики приезжали в Индонезию, но из крупных политических деятелей Индонезию посетил Никита Сергеевич Хрущев, посетил Климент Ефремович Ворошилов, в 50-е годы председатель Президиума Верховного Совета СССР, Маршал Советского Союза, министр обороны Родион Яковлевич Малиновский тоже бывал в Индонезии. По Индонезии ездили советские космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Андриан Николаев, Быкович. В общем, очень интересная эпоха была в то время и Советский Союз оказал Индонезии дипломатическую и военную помощь в присоединении западного Ириана против Нидерландов. Советские моряки были отправлены даже в боевое дежурство для военной поддержки индонезийцев в случае каких-либо осложнений со стороны Нидерландов. Тем не менее, когда в середине 60-х годов в Индонезии произошло движение 30 сентября и установился режим нового порядка генерала Сухарта, второго президента Республики Индонезии, идеологические разногласия между капиталистически ориентированным правительством Сухарта и коммунистически настроенным правительством Советского Союза, все это привело к охлаждению в российско-советско-индонезийских отношениях. Вместе с тем, в годы перестройки с началом эпохи нового мышления и при ориентации на более дружеские отношения с разными государствами Михаил Сергеевич Горбачев провозгласил уже в 1986 году намерение установить дружеские отношения с Индонезией. И в 1989 президент Индонезии Сухарта посетил Советский Союз. Индонезия стала одной из первых стран, которая признала Российскую Федерацию правоприемницей Советского Союза после того, как он прекратил свое существование. Уже 28 декабря 1991 года Индонезия признала Российскую Федерацию правоприемницей Советского Союза. И сейчас, как подчеркнула Людмила Георгиевна Воробьева, мы находимся на пути к стратегическому партнерству между двумя странами. За период с 2000 по 2021 год прошли 13 двусторонних встреч президентов России Индонезии. Президент Российской Федерации Владимир Путин встречался с практически всеми президентами данного времени. Он встречался и с Абдурахманом Вахидом, и с Мегаватису Корнопутри, и с Сусилабамбан Юдаена, и с Джоковидодом. С Джоковидодом он на слайде. У нас заметен рост товара оборота. Некоторые сокращения из-за пандемии коронавируса вполне объяснимы. Будем надеяться, что оно будет преодолено в итоге. Налаживается и активно развивается политический диалог между двумя странами. Растет торгово-экономическая кооперация, военно-техническое сотрудничество, и, о чем уже сегодня неоднократно говорилось, развиваются гуманитарные контакты в сфере образования и помощи по ликвидации стихийных бедствий. Если есть вопросы, пожалуйста, можете писать мне на почту, я постараюсь на них ответить, на русском, английском, если очень нужно, я постараюсь на индонезийском ответить. Благодарю за внимание, спасибо за возможность выступить на площадке «Маяк российских достижений». Благодарю. Антон Олегович, огромное вам спасибо. И я попросил бы просто, поскольку у нас много выступающих, в конце у нас будет возможность задать вопросы, я следующего хотел бы представить спикера и на минутку попросить его сократить свой доклад для того, чтобы нам дать возможность все-таки уложиться в график. Это Юрий Юрьевич Юренко, ведущий специалист Центра историко-культурных исследований, который я сегодня представлял, Институт социально-гуманитарного образования Московский педагогический государственный университет. Юрий Юрьевич, вам слово и добро пожаловать. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Буквально небольшая такая заминка. Представлюсь еще раз, да, и тут еще коллега подошла, которая работает непосредственно с университетом Паджа-Джаран. Она увидела своих студентов, очень обрадовалась и присоединилась. Меня зовут Юрий Юренко, я ведущий специалист факультет региона ведения этнокультурного образования, институт социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета. И я рад приветствовать всех участников конференции от лица сотрудников нашего образовательного подразделения. В ближайшие семь минут постараюсь даже уложиться в пять, постараюсь кратко рассказать о деятельности нашего факультета в рамках сотрудничества с университетом Паджа-Джаран в городе Бандунг, Индонезия. 23 декабря 2019 года на Западнояве в Индонезийском университете Паджа-Джаран состоялась церемония открытия центра образования на русском языке и обучения русскому языку. Центр создан в рамках реализации поручений Министерства Просвещения Российской Федерации для популяризации русского языка и образования на русском языке в Республике Индонезия является совместным проектом Московского Педагогического Государственного Университета и Центра содействия межнациональному образованию Этносфера. Инициатива создания центра была поддержана посольством Республики Индонезия в России, посольством Российской Федерации и Российским Центром Науки и Культуры в Республике Индонезия, а также Индонезийским Университетом Паджаджаран. Делегация МПГУ привезла в Индонезию новые учебники, методические материалы по русскому языку и культуре, коллекцию аудиодисков с подборкой русской классической современной литературы, русской классической музыки, развивающей лингвистические игры и многое-многое другое. Учебные материалы рассчитаны на учащихся разных возрастов. Есть и азбука, иллюстрации к детским сказкам и карты регионов России, репродукции русских художников, аудиозаписи книг и спектаклей. Опыт двухлетней деятельности Центра показал, что это помогло привлечь к изучению русского языка и знакомству с Россией людей разных интересов и профессий. С самого начала Центр стал открытой площадкой для изучения русского языка и культуры нашей страны жителями Индонезии. И насколько мы можем судить по общению со студентами, наши программы вызывают живой интерес у слушателей. Примечательно, что первым мероприятием на базе Центра еще в доковидную эпоху стала лекция посла России в Индонезии Людмилы Георгиевны Воробьевой, состоявшейся в конце февраля 2020 года и посвященная 70-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. В 2020-2021 годах нашими специалистами было проведено большое количество занятий, которые можно разделить на два основных типа. Это лекции, посвященные культуре России, ее различных проявлениях, танец, архитектура, история градостроительства, религия нашей страны и другое. А также занятия по русскому языку, ставящие своей целью повышение уровня владения студентов основными языковыми компетенциями. Марина Дорохова, которая сейчас рядом со мной, она преподаватель русского как иностранного и как раз много трудится на этом поприще. В настоящее время все занятия ведутся онлайн, хотя мы не оставляем надежды снова посетить Индонезию. И, конечно же, готовы принять у себя в России делегацию студентов и преподавателей из этой замечательной южной страны, если таковая договоренность будет достигнута руководством наших университетов. Первыми слушателями образовательных программ стали преподаватели и студентов факультета культурологии университета Паджаджаран, где успешно работает кафедра русской литературы и изучают русский язык более 200 человек. И, собственно, кратко уже расскажу о международных программах Московского педагогического государственного университета. В настоящий момент в нашем университете обучается около 3000 иностранных студентов. География обучающихся представлена очень широко. Это 70 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. В том числе есть у нас студенты и из Индонезии. В завершение выступления хочу особо отметить, что, как и Россия, Индонезия это страна многих языков, религий и культур. Совместные научные проекты двух университетов имеют перспективу развития в рамках международных сетевых научно-образовательных проектов ЮНЕСКО в области экологии и устойчивого развития, межкультурного взаимодействия и диалога цивилизаций. Если у нас вдруг останется время, то готов ответить на все ваши вопросы. Благодарю вас за внимание. Ждем вас в России, ждем вас в МПГУ. Дорогие коллеги, рады, что мы с вами и вы с нами. Спасибо. В конце, конечно же, мы дадим в любом случае вопросы и теперь я перехожу к представлению Анны Евгеньевны Володькиной, это заведующая сектором привлечения иностранных студентов. Это уже Дальневосточный федеральный университет. Пожалуйста, вам слово. Стараемся за пять минут. Да, здравствуйте. Видно презентацию? Да, видно. Так, сейчас. На полный экран нет же минуты. Почему-то сделать. Я думаю, так хорошо, мы все видим абсолютно. Давай. Ничего страшного. Да, давайте так, потому что что-то не получается. Здравствуйте всем еще раз. Меня зовут Анна, я работаю в Дальневосточном федеральном университете и рада возможности быть сегодня с вами и выступать на данном мероприятии. Сегодня я расскажу немного вам о ДУФУ, студенческой жизни и о городе Владивосток. ДУФУ является одним из ведущих российских вузов, расположенных в Азиатско-Террианском регионе. Наш университет является центром международного сотрудничества со многими странами мира. В настоящее время в ДУФУ учатся около 3,5 тысяч иностранных студентов из 74 стран. Кроме показателей числа студентов мы можем гордиться нашими иностранными, а также российскими преподавателями, имеющими опыт работы на мировом уровне. На сегодняшний день у нас более 300 образовательных программ не только на русском языке, но и на английском языке. Наш университет состоит из 11 школ и институтов. Это институт математики и компьютерных технологий. Это IT-кластер на Дальнем Востоке. Школа медицины, которая готовит высоко квалифицированных врачей общей практики и сотрудников в области медицины. Это политехнический институт, который готовит инженеров, архитекторов, и строителей. Институт наук жизни и биомедицины, который предоставляет знания в области пищевых технологий. Институт наук и поемких технологий и передовых материалов. В школе экономики и менеджмента у нас можно изучать мировую экономику или стать специалистом по туризму. Восточный институт тесно сотрудничает с дипломатами, политиками и готовит специалистов в области международных отношений. Также есть школа искусств и промонитарных наук. В институте мирового океана ДВФ у нас изучается гидрология и океанология. Юридическая школа предоставляет обучение по всем уровням юридического образования. И последняя в нашей школе педагогики, которая готовит учителей, психологов и также способствует продвижению русского языка по всему миру. Если вы хотите учиться на русскоязычной программе, но недостаточно владеете русским языком, то ДВФ предлагает иностранным гаражам курсы русского языка и культуры. Все студенты ДВФ также могут принять участие в программе обменом и поехать в университет партнерный один семестр либо год бесплатно. Для студентов предлагаются такие направления, как Европа, Япония, Республика Корея, Китай и другие страны. Такие программы позволяют развить навык межкультурной коммуникации, стать более образованным и дополнить свое портфолио. Студенческая жизнь в ДВФ предлагает студентам очень много возможностей для участия в творчестве, спорте и общественной деятельности. На кампусе у нас есть три спортивных здания, спортивный зал, большой стадион, баскетбольные, волейбольные и даже теннисные площадки. Студенты часто принимают участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях. Для развития творческих навыков в ДВФ также имеются вокальные, танцевальные, инструментальные и студенческие клубы. Творческие коллективы открыты для талантливых иностранных студентов. Свой вклад в формирование благоприятной международной среды в ДВФ вносит и ассоциации иностранных и российских студентов, благодаря которой обучающиеся ДВФ задействованы во всех международных мероприятиях. Студенты нашего университета активно участвуют в волонтерской деятельности. Конечно же, здесь не обходится без участия и помощи иностранных студентов, которые также организуют крупные международные мероприятия. Наш кампус ДВФ расположен на острове Русский, который связан с Владивостоком с помощью моста, поэтому студенты ДВФ наслаждаются видом на море каждый день. Большую часть кампуса занимает студенческое пространство и для удобства по кампусу курсирует бесплатный автобус, который помогает добраться студентам из одного места в другое. Также для отдыха студентов на территории кампуса расположена большая лесопарковая зона, а также надежная и пляж. Студенты ДВФ проживают в общежитиях на кампусе, в которых имеется Wi-Fi, необходимая мебель, отдельный санузел. Студенты проживают в основном двухместных номерах, но также имеются трехместные и четырехместные. Также на кампусе у нас предоставлены несколько кафе, столовых и ресторанов, которые предлагают различную кухню русскую, азиатскую, европейскую или американскую. Владивосток это портовый город на российском Дальнем Востоке, он является столицей Приморского края. Владивосток это не только город-порт, но также и город-портал, который перемещает туристов в нужное им измерение. Для жителей западной части России это ворота в Азию, для жителей Азии это ближайший европейский город. National Geographic включил Владивосток в рейтинг самых красивых морских городов мира. Город окружен морем с трех сторон, возвышается на сопках и простирается в морскую даль на десятки островов. Иностранные студенты, поступающие в ДУФУ, имеют право подать заявку на получение квоты на обучение правительства Российской Федерации. Квоту можно получить на обучение по программам бакалабриата и специалитета, также магистратуры и аспирантуры. Также ДУФУ приглашает талантливых студентов, желающих получить образование, принять участие в Международной Олимпиаде Open Doors Russian Scholarship Project. Бакалабриат в России предоставляет первый уровень высшего образования, который является базовым и длится 4 года. На сайте представлены все необходимые документы, которые нужно предоставить. Что касается магистратуры, то здесь у нас намного другой порядок. Вместо традиционных экзаменов у нас предоставлен конкурс в портфоли. Вы можете связаться с нами по почте, по телефону или с помощью предоставленных мессенджеров на сайте. Выбирайте удобный для вас способ. Спасибо всем, до новых встреч. Анна, спасибо. Очень четко 8 минут вы уложили, 7 точнее. Не стал перебивать вас. Попрошу чуть-чуть меньше. И я сразу же скажу, что о каждом нашем партнере будет информация. У нас сегодня более 300 человек зарегистрированы, и многие не попали по ряду причин. Там технические были ситуации. Далее сейчас у нас более 120 человек на конференции, но это не значит, что другие не получат информацию. Каждому абсолютно мы сделаем рассылку об университете, обо всех моментах, поэтому на это можете даже не тратить время, уважаемые коллеги. Все абсолютно точно получат. Ну и плюс, я знаю, что вы разместите еще информацию по итогу на вашем сайте, и мы расскажем в конце хэштег, по которому можно будет сразу же найти ваши социальные сети. Евгений, скиньте хэштег, чтобы потом можно было сразу же найти наш проект, а соответственно и тот, то учебное образование учреждение, в которое могут уже наши друзья пойти в зависимости от своего выбора. Я сейчас хочу представить Уральский федеральный университет Сергей Александрович Зарянский, специалист Центра международной студенческой мобильности и рекрутинга. Пожалуйста, вам слово, пожалуйста, 5-6 минут, буквально сокращаем всем по минутке. Хорошо, Николай Николаевич, уважаемые коллеги, я буду проводить выступление на английском, также, как я это делал в прошлый раз, поскольку у нас очень много представителей иностранных государств, поэтому попрошу тех, кто английским не очень хорошо владеет, учиться и пользоваться переводом синхронно. Дорогие зрители, зрители и слушатели сегодняшнего праздничного конференции меня зовут Сергей Зарянский. В сегодняшней конференции я Сергей Зарянский от имени Уральского федерального университета всех приветствую. Во-первых, я хотела бы поблагодарить организаторов, фонда Миклуха Маклая за возможность представить наш университет. Итак, во-первых, я кратко хочу рассказать вам о следующем сегодня, как можно увидеть тему моей презентации, почему следует выбрать именно этот университет. Это отличное образовательное учреждение, которое предоставляет возможности международной мобильности, курсы на самых разных языках, а также безопасную жизнь в многонациональном университете. Мы расположены в четвертом крупнейшем городе в России. Это административная, промышленная, научная столица Уральского региона, Екатеринбург. Екатеринбург расположен на границе Европы и Азии, прямо в центре, в сердце России. Уникальная идентичность города позволила нам стать столицей и проводить всемирную летнюю универсиаду в 2023 году. Мы были созданы более ста лет назад, и университет остается международным исследовательским образовательным хабом. 36 тысяч студентов у нас учатся, и более 4,5 тысяч из них это иностранные студенты из 110 стран. У нас более 450 образовательных программ, которые предоставляются на английском и русском языке, и у нас почти 200 иностранных экспертов, которые работают в университете. Мы признаны на международном уровне, как институт высшего образования, и мы занимаем 351 место в рейтинге университетов Кокварели. Кроме того, мы занимаем пятую, шестую позицию в рейтинге Шанхая. Отсутствие навыков языковых это остается серьезной проблемой в сфере образования в мире, об этом уже говорили докладчики до меня. И именно поэтому Уральский федеральный университет предоставляет подготовительные курсы для всех желающих, чтобы потянуть навыки русского языка. Есть возможность проходить обучение затем во многих университетах в России и, конечно же, в Уральском университете тоже на русском языке. Но многие считают, что изучать русский язык очень трудно, и для этого мы предоставляем 14 магистерских программ, которые предоставляются исключительно на английском языке. Здесь можно на сайте увидеть все наши программы. И в связи с пандемией вызванной COVID-19 многим студентам трудно приехать в Россию, но не переживайте, вы сможете проходить обучение и в формате онлайн. Одна из наших целей это технологическое научное продвижение как в России, так и в мире. Именно поэтому Уральский федеральный университет является главным офисом, проектным офисом мирового класса. И мы стараемся приблизить светлое будущее к нам. У нас много экспериментов проводится в лабораториях и молодые исследователи, многие из них студенты нашего университета, у всех есть быстрый доступ к технологиям, к возможностям коммуникации и сейчас это пожалуй самое важное. И конечно же следует сказать, что Уральский федеральный университет имеет возможность разместить у себя более 7500 студентов в 16 общежитиях, которые расположены в центре Екатеринбурга, вблизи культурно-спортивных и других объектов. Многие наверное задаются вопросом, как студенты проводят свое свободное время. Ну, сказать, что их студенческая жизнь насыщенная, это ничего не сказать. 200 спортивных, социальных, культурных мероприятий проходят в течение всего года, и самые успешные студенты могут участвовать в программах мобильности и уехать, например, в Европу. Новички могут прийти в центр адаптации, который помогает студентам со всего мира почувствовать здесь себя как дома. Почему выбирать нужно Уральский федеральный университет? Я не вижу причин, которые бы вас остановили это сделать, но, конечно, выбор за вами. Уральский федеральный университет активно развивает свою академическую деятельность, укрепляет свои связи и помогает студентам со всего мира. Наш университет отличное место для международных проектов. Мы будем рады, если вы к нам присоединитесь. Вы можете увидеть наши контакты, инстаграм, аккаунт, социальные сети. У нас также есть многоязычный официальный сайт. Вы можете на него зайти и больше узнать о жизни в Уральском федеральном университете. Пожалуй, это все. Спасибо. Большое спасибо, Сергей Александрович. И у нас представление следующего университета из города Санкт-Петербург, культурной столицы России. Мне очень приятно представить Елону Павловну Блохину, которая представит специалист отдела организации приема иностранных граждан. Доброе утро от лица всех сотрудников отдела организации приема иностранных граждан Санкт-Петербургского государственного университета. Мое выступление сегодня будет также представлено на английском языке. Итак, секунду. Уважаемые участники, меня зовут Илона. Я представляю отдел организации приема иностранных граждан СПБГУ. Я хотела бы, во-первых, поблагодарить фонд имени Микмоха Маклая за приглашение своей презентации. Я постараюсь дать вам краткий обзор о том, что наш университет может предложить международным студентам в 2020 году, начиная с 2020 года. И я кратко расскажу о городе, где расположен наш университет. Наверняка, вы уже слышали, может быть, вы уже были в этом городе. Санкт-Петербург зачастую называют музеем под открытым небом. У нас очень много музеев, галерей, театров, других культурных объектов. Город расположен очень удобно на северо-западе России, и студенты имеют возможность путешествовать в европейские столицы, например, в Таллинн, Хельсинки и Москву. Обучение за границей сегодня очень популярно, и, конечно, есть много мифов, я попытаюсь их развенчать. Многие считают, что попасть в университет трудно, но это не совсем так. Процесс подачи документов очень хорошо структурирован. и количество работы, которое нужно выполнить студентам, стало меньше. Если говорить о дипломах, о сертификатах, то они признаются, подтверждая запрямо в университете. Есть непростая система подачи заявлений в информате онлайн. и заявитель нет необходимости специально приезжать в Россию, чтобы подать документы. И по результатам тестов можно будет увидеть показатели и результаты на официальном сайте СПБГУ. Также любой заявитель может подать заявление на государственное спонсирование в случае, если успешно сдал все вступительные испытания. Следующий миф жизнь в России дорогая. На самом деле наш университет дает очень много возможностей сэкономить. Ну, например, есть студенческая карточка на проезд, также питание в университете и скидки на культурные мероприятия, которые проходят в Санкт-Петербурге и многое другое. университет также предлагает жилье всем международным студентам. И талантливые студенты, многообещающие студенты также получают возможность получить визы. Мы смогли, надеюсь, развенчать основные мифы. теперь предлагаю обсудить возможности для студентов в нашем университете. Санкт-Петербургский государственный университет – это не только старейший университет России, но также это один из самых инновационных лидирующих исследовательских центров в России. сейчас у нас 25 тысяч студентов, 15% из них – это международные студенты. И эта доля постоянно растет. Почему? Санкт-Петербургский государственный университет активно наращивает стратегическое сотрудничество на международном уровне. что делает процесс обучения уникальным у нас? Это междисциплинарный подход к образованию. Мы стараемся достичь баланса между селективными курсами и лекциями. Это уникальная комбинация различных квалификаций академической жизни. Студенческая жизнь у нас никогда не бывает скучной. мировые исследователи ведут курсы, а ежедневная жизнь также насыщена открытыми лекциями, представителями культурных мероприятий, а также победителями Нобелевской премии. У нас более 900 соглашений с партнерскими университетами. Кроме того, наш университет предлагает возможность принять участие в программах академической мобильности. СППГУ также осуществляет программы. Докладчика не слышно. Мы также заботимся об успехах и перспективах наших студентов. Рынок труда постоянно меняется, и поэтому работа в организациях также включена, возможности стажировки также включены в обучение. Любой исследователь, любой студент бакалавра, магистратуры может подать заявление и развивать свои навыки в одном из 23 ресурсных центров. И эти ресурсные центры позволяют студентам использовать научное оборудование. Конечно же, быть студентом это не просто проходить обучение, это также принимать активное участие в студенческой жизни. В СПГУ много студенческих клубов. Есть научные мероприятия, организованные студентами для студентов. Часто нас спрашивают, на чем специализируется университет. Конкретной специализации нет. Наш университет это классический пример университета, где любой может найти программу, подходящую к конкретным интересам и целям. у нас есть 20 магистрских программ на английском языке, 14 программ с двойной степенью и также у нас есть программы на других европейских языках. Большинство наших программ. Скажите, пожалуйста, поскольку университет представляет любые направления, мы контакты все сейчас отправим, и если позволите, у нас сейчас, поскольку, если у вас нет каких-то больших деталей, то мы перейдем к следующему спикеру, чтобы нам успеть, потому что наши коллеги хотят. Я надеюсь, я вас не перебил на том самом важном моменте, потому что мне показалось, что вы все рассказали о нашем прекрасном Санкт-Петербургском университете, мне, по крайней мере, очень бы хотелось поступить туда. Можем мы закончить тогда, да? Контакты мы отправим всех абсолютно, я прошу просто следующего спикера учесть время для того, чтобы наши коллеги и наши гости, которые сейчас находятся, смогли уложиться в график, иначе они просто не дослушают нас. Елена Владимировна Денисенко, доцент кафедры Казанского федерального университета, Елизавета Ильдаровна Баширова, Казанский федеральный университет, Ильдизму Дамедович, также Казанский университет. Я сразу же скажу, что на вас всех троих у нас есть 6 минут, потому что вы Казанский университет представляете. Университет приветствует Первое открывание. Первое открывание. Эта презентация. Казанский федеральный университет приветствует слушателей, участников международной программы, международного проекта «Маяк российских достижений». Я хочу представить участников. Я Елена Денисенко, доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования, кандидат архитектуры, заместитель, директор по развитию Института дизайна и пространственных искусств. Мои коллеги продолжат презентацию. Мы представляем доклад о Казанском федеральном университете, именно об Институте дизайна и пространственных искусств. Казанский университет – это второй старейший университет в России. Был основан в 1804 году императором Александром I. На слайде представлена информация о стадиях развития Казанского университета. Выдающиеся личности учились и вообще были в нашем образовательном учреждении. Это Лобачевский, Бутлеров, Миликов-Печерский. Сегодня это один из крупнейших университетов, который занимает высокие позиции в высшем образовании. Некоторая информация представлена на слайде. Наш университет продолжает традиции научных школ и следует отметить, что мы развили отношения между КФУ с 10 центрами и научными исследовательскими центрами из Индонезии. Образовательный центр КФУ состоит из из ряда подразделений. У нас есть также два филиала в городе Татарстане. Институт дизайна и пространственных искусств развивается как центр культуры образования и науки. Мы открылись в мае 2021 года. Институт пока что еще молодой, но у нас огромные амбиции, потенциал для развития в сфере образования и образовательных мероприятий. На этом слайде можно увидеть лаборатории и подразделения нашего института. Мы занимаемся развитием пространства для жизни. Курс обучения предлагается для магистрской степени, для бакалаврской степени. На этом слайде можно увидеть примеры работы наших специалистов. Моя коллега продолжит презентацию. В нашем институте, спасибо, Елена, мы работаем не только со студентами, но и с детьми, нашими будущими студентами и будущими заявителями. Поэтому у нас есть школа искусств для детей. Дети с 7 до 17 лет могут обучаться у нас, развивать свои творческие навыки и креативное мышление, которое им пригодится в дальнейшей профессии, в дальнейшей жизни, ежедневной жизни. Наша основная цель – развивать творческие навыки, творчество в целом и дать представление о разнообразии творческих профессий нашим студентам и нашим школьникам. у нас есть несколько программ в нашей школе для старших школьников. У нас есть специальная программа, это базовые навыки. Также у нас есть программа «Золотое сечение», это уже более продвинутое направление обучения. И также есть направление «Модулор», это предпрофессиональное обучение для наших наиболее старших студентов. Все курсы в нашем институте открыты для студентов, но необходимо сдать вступительный экзамен, продемонстрировать свое мышление. И мы для этого предоставляем подготовительные курсы. у нас также есть курсы в формате онлайн для заявителей из других городов и других стран. Поэтому равные возможности для поступления в наш университет предоставляются заявителям из разных городов и стран. Основная идея – это непрерывное творческое образование. Это идея нашего института. Спасибо, передаю слово коллеге. Коллеги, переключайте слайды, пожалуйста. Сейчас видно? Да. В университете проводится большое количество культурных мероприятий, студенческие концерты, фестивали и многое другое. Для этого есть все самое необходимое – хорошая материально-техническая база. Большой зал унис совмещает около тысячи человек, что позволяет студентам почувствовать себя настоящими звездами. В институте есть специальные мероприятия, где большой акцент делается на нашу индивидуальность. Мероприятия, которые помогут стать студентам, востребованы специалистами, дизайнерами, архитекторами. Одно из ярких мероприятий – это фестиваль пространственных искусств, в рамках которого на протяжении практически двух недель студенты слушают лекции от известных российских дизайнеров и архитекторов, участвуют в институтальных играх и исследуют город совместно с в этом году был создан арт-отряд. Студенты с первых дней обучения получают навыки на практике, разрабатывают дизайн проекта, оформление помещений института, общежитий, а затем выходят на объект и реализуют их. Мы понимаем важность уделять внимание спорту, поэтому рядом с нашим институтом находится современный спортивный комплекс Москва. Для наших иногородних студентов есть отдельный общежитие, отдельный корпус в центре города и целый студенческий городок в деревне Руссиады, где для жизни и учебы есть все самое необходимое. На этом у нас все. Спасибо большое за внимание. Справа можете видеть наш сайт университета и наш инстаграм нашего института, где вы можете писать свои вопросы и мы с удовольствием на них ответим. И абсолютно контакты мы обязательно отправим каждому. Ну и соответственно вы помните по хэштегу «Маяк российских достижений» как на русском, так и на английском языке. Если у вас будет опубликована новость об этом, вас очень легко найдут по итогу сегодняшнего мероприятия. Большое спасибо всем участникам, поскольку мы в быстром темпе идем. Для того, чтобы донести до всех информацию, я хочу представить Томский государственный университет, два спикера, которые должны постараться уложиться в шесть минут. Это Артем Юрьевич Оксана Викторовна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня Оксана Викторовна представит Томский государственный университет. И я буду очень кратко. Томский государственный университет является одним из университетов участников программы «Приоритет 2030», которая нацелена на формирование широкой группы университетов, которые в дальнейшем станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. И хотелось бы вкратце рассказать о проектах, которые наш университет планирует развивать в ближайшие 10 лет. Первым направлением является инженерная биология. В рамках этого проекта исследователи ТГУ намерены сосредоточиться на развитии молекулярного и клеточного инжиниринга на основе биоинформатики и анализа бигдейта, технологии биопринтинга, трансляционной медицины и прикладных решений для сельского хозяйства и продуктов питания. Вторым прорывным направлением станет глобальное изменение Земли, климат, экология и качество жизни. В рамках данного проекта будет происходить оценка и прогноз углеродного цикла в арктической зоне России и Северной Азии. И глобальность данного проекта подчеркивается лидирующим положением ТГУ в сфере климатических исследований. ТГУ является не только ведущим российским институтом, но и международным в области изучения трансформации климата. И в 2016 году под эгидой ТГУ была создана международная сеть СЭКНЕ для изучения Сибири и Арктики. Сегодня в ее составе десятки научных центров, которые специализируются на исследовании северных территорий. И третьим проектом станет социо-гуманитарный инжиниринг исследования, проектирования человека и общества, который направлен на разработку методик и выявление принципов взаимодействия биологического и технологического. Будут разрабатываться технологии наращивания человеческих возможностей в развивающемся технологичном мире по трем направлениям когнитивному, биологическому и медиакоммуникативному. И последним проектом станет проект технологии безопасности, в рамках которого деятельность ВУЗа будет направлена на генерацию новых фундаментальных научных знаний и выполнение работ для обеспечения национальной безопасности. Партнерами университета по данным проектам станут ведущие российские и зарубежные научно-исследовательские центры. Среди них университет Карлтон, Канада, Байотек, Институт университета Миннесоты, Перитек, Франция и крупные промышленные компании, среди которых Роскосмос. И в целом данные проекты, которые университет планирует развивать в ближайшие 10 лет, сфокусированы на создании и трансфере прорывных технологий для повышения качества жизни и устойчивого развития планеты. А сейчас я бы хотела передать слово нашему студенту из Индонезии Кустиаде Бентанг-Вега. Он скажет несколько слов и расскажет о своем опыте обучения в нашем университете. Меня слышно, нет? Да, вас отлично слышно. Окей. Hello, everyone. My name is Bintang. I'm a junior student. I study at Tom State University. I'm studying for a bachelor's in math. Я занимался менеджментом на этапе изучения на степень бакалавра. Я выбрал Томский университет, потому что мой друг Турах Партаяна, он ютубер, он делает много видео о Томске, о Томском университете в том числе. И поэтому я решил поступить именно в этот университет. Кроме того, расходы на проживание в Томске не очень высокие. 200, 250 долларов, 300 долларов в месяц. Для меня этого было достаточно. Томск – это очень мирный город. И люди в этом городе тоже очень миролюбивые. Я также активно занимаюсь плаванием. И я представлял Томский университет на множестве соревнований. И помимо обучения, также принимал участие во многих других мероприятиях. Пожалуй, это все обо мне. Если есть вопросы, я буду ответить, рад ответить вам в Инстаграме. Подписывайтесь на меня в Инстаграм или пишите в чате. Задавайте любые вопросы. В целом, мне очень понравилось учиться в Томском университете и быть в России. Спасибо вам большое. Спасибо большое. всю информацию мы пришлем. Большое спасибо за ваше мнение о России. И я хотел представить Софию Евгеньевну Поле, Институт Востоковения, Ассоциации исследователей Южно-Тихоанского региона. Буквально несколько комментариев на несколько минут. Я знаю, что мы вас сильно ограничили. София Евгеньевна, пожалуйста. Здравствуйте. Очень рада приветствовать участников. Я сама 20 лет занимаюсь океанией. И занимаясь океанией, конечно же, я затрагиваю и Индонезию, и Западную Папу, и Рианджая. И культуру, прежде всего, этих замечательных стран, которые я очень люблю. На прошлой конференции говорила о моем личном знакомстве с представителями Малайзии. А с Индонезией я познакомилась удивительным образом. Ну, для начала, несколько лет назад мне подарили кошечку и сказали, что привезли ее из Египта. Я удивилась, в Египте не бывает такой культуры. Это не египетская кошечка. Но тогда мне не удалось узнать, что же это за кошечка. Все годы я думала, что она из Египта. Пока я случайно из такого же точно материала не заказала себе вот эту замечательную ящерку. Но я точно знала, что ящерка из Индонезии. Так как мне нравится примитив арт, как говорится, то я заказала себе вторую ящерку, потому что это фэншуй. Их две, как бы, они должны быть вдвоем. Фэншуй. Что касается кошечки, совершенно случайно я шла по улице и кому-то была не нужна вот такая вот огромная кошечка. Она стояла около дерева. Был очень красивый закат. Она была в закате солнца. Очень красиво выглядела. Огромная, огромная кошечка, которая мне очень понравилась. Я ее взяла себе. Она абсолютно чистая, замечательная кошечка. И тут я узнала, что она из Индонезии. Я поняла, что в Египте продают Индонезию тоже. То есть Индонезия, она славится своими замечательными кошечками. Это мне подарила судьба такую кошечку. И я стала немножко удивляться тому, что получается Индонезия у нас представлена искусством. То есть наша страна очень любит индонезийское искусство. оказывается, и я в том числе совершенно случайно, то есть подруга в Египте полюбила индонезийское искусство. И взяла мне эту кошечку, потому что она любит меня тоже. Вот эти ящерки, как я уже говорила, замечательные. Вот эта вот кошечка, это моя любовь. Дальше я хотела себя поздравить с днем рождения. Я родилась в год дракона. я стала искать в интернете дракона. Что я нашла? Огромного, огромного. Я сейчас попробую его на весь экран сделать. Да он даже не вмещается в этот экран. Это очень красивый дракон из Индонезии. Он из легкого прекрасного дерева, и он просто шикарен. И он стоит в моей комнате. То есть я искала много драконов, но самого красивого дракона, которого я выбрала, оказывается, был сделан в Индонезии. Вот этот вот чудесный дракон. Дальше я занимаюсь океанией. Вы видите у меня океанию сзади. Я хотела научиться играть на гитаре укулеле. Я ее себе купила. Через интернет заказала просто на в... Извините за рекламу на Wildberries. Заказала себе гитару укулеле. Звук сделан в Индонезии, оказывается, потому что это прекрасное дерево. И таким образом есть еще в Индонезии такие чудесные фигурки, называются осматы. Но так как они такие очень интересные осматы, они немножко как бы голенькие, поэтому не будем их показывать целиком. но тем не менее я поняла, что в Индонезии огромное чувство юмора, чувство вкуса, чувство стиля, и получается так, что люди в России очень хорошо воспринимают индонезийское искусство. То есть скорее всего это потому, что у нас близки души и близко мировосприятие, скорее всего. вот, и на этом я хотела бы закончить мой доклад и огромное спасибо за внимание. Надеюсь, я оживила. Оживили однозначно, после того, как вы начали показывать все фигуры, я подумал, что вы действительно уже не у экрана компьютера, а уже отправились в океане. Потом я могу сказать, как так такие красивые вещи стоят у деревьев рядом и вообще никому не нужные. Это, конечно же, наверное, будет очень приятно индонезийским студентам, когда они приедут и увидят, что некоторые их части культуры конкретно представлены прямо у нас и на улице. Это превосходно. Но нас много объединяет, больше объединяет. И это большой плюс, что мы благодаря именно образованию обогащаемся и получаем знания, и есть возможность действительно наладить и межкультурные дела, как и научные связи, и бизнес-контакты. Все это происходит благодаря тому, что мы начинаем общаться. И большое, огромное спасибо всем участникам, всем тем, кто у нас подсоединился, потому что мы смогли, несмотря на нашу онлайн конференцию, все-таки увидеть лица каждого. Я предлагаю сделать следующее. У нас есть такой хэштег, называется, как же у нас называется? У нас называется хэштег Бра, B-R-A, и мы делаем селфи у экрана как раз рядом с проектом и потом отправляем, размещаем его в своей социальной сети, например, Facebook или Instagram. И после этого нам очень легко найти тех, кто были участниками нашей конференции, для того, чтобы обмениваться контактами, для того, чтобы общаться. В конце концов, теперь социальные сети и сеть интернет позволяет нам общаться и находить именно тех людей, с кем нам интересно. Я предлагаю сейчас нам взять телефон, наверняка у всех есть телефон, да? И сделать следующее. Сделать селфи напротив экрана и потом разместить в социальной сети, для того, чтобы мы смогли друг друга найти. Показываю как. Ну вот, я теперь сразу же сделал селфи, а у нас сейчас на данный момент осталось 114 человек. Селфи, которые сразу примещают 114 человек, это не такое простое дело. Предлагаю несколько минут потратить, для того, чтобы сделать это селфи. Я буду очень рад, если мы по этому хэштегу, Жень, скиньте, пожалуйста, еще раз хэштег, мы смогли бы найти друг друга. И я также приглашаю познакомиться с нашими достижениями, достижениями российских исследователей, ученых, которые размещены на нашем сайте, они сделаны очень в доступной форме, и на канале YouTube их можно посмотреть, и на сайте можно посмотреть, и кратко ознакомиться, и вы узнаете тогда действительно к чему приходят наши российские ученые после получения образования в России. Добро пожаловать в Россию, и большое спасибо Индонезии за теплый прием, большое спасибо всем коллегам, которые присоединились, и я знаю, что у нас присоединился еще ряд стран, добро пожаловать на все наши конференции, они еще у нас впереди, у нас еще и завтра конференция, и 30-го числа, и 7-го, поэтому если вы захотите узнать больше о России, российского образования, вы также сможете подключиться к нашим конференциям. Большое вам спасибо всем организаторам, всем нашим партнерам, сегодня выйдет, выйдут новости у нас на сайте, мы поделимся с нашими партнерами, они разместят у себя, и вы узнаете еще больше о докладе каждого, те, кто не смогли у нас досидеть до конца. Всего доброго, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok